Благотворительная ёлка собрала в театре драмы несколько сотен мальчиков и девочек, каждый из которых с нетерпением ожидал начала большого представления. По традиции, с приветственным словом к родителям и детям обратились авторы акции, руководство администрации Ленинского района, а также партнёры благотворительного проекта. Вместе с добрыми пожеланиями они разыграли ещё несколько памятных сувениров. Вот эта ёлка, которую мы уже традиционно, не один десяток лет проводим в стенах нашего театра, ёлка, на которую приглашаются дети-сироты и с ограниченными возможностями. Если брать по цифрам, то таких детей более трёхсот. Более трёхсот, они вместе с родителями, мы всегда, благодаря нашим подшипным предприятиям, спонсорам, готовым им хорошие подарки, как спонсорская помощь у театра будет отличная новогодняя сказка. Такими мероприятиями мы в какой-то степени свою взрослую заботу, свою взрослую любовь хотим привить детям, чтобы они в последующем себя чувствовали полноправными гражданами нашей страны. Ну а сегодняшнее мероприятие, которое проводится сегодня в стенах театра, этому ещё раз способствует, потому что и вся, будем говорить, общественность, и администрация, и депутаты всех уровней принимают в этом активное участие. Конечно же, для каждого из ребят сам шанс окунуться в праздничную атмосферу, ощутить сказку – это уже большое дело, которое послужит своеобразным элементом реабилитации. Новая атмосфера, новые эмоции, новые люди. И всё это в преддверии Нового года Рождества, когда самые искренние желания обязательно исполняются. Нам хочется поздравить этих детишек, да чтобы у них был праздник, чтобы они почувствовали волшебство этих дней. Конечно, хочется, чтобы они были счастливы, хочется, чтобы их в семьях было тепло и уютно. Поэтому Белая Русь, конечно же, поучаствовала в проведении этого мероприятия. Эффектная, яркая, красочная сказка с первых минут увлекла и ребят, и родителей. Настолько разноплановые герои, музыка, настолько занимательный сюжет. Кроме представления, каждый из малышей получил к Новому году памятный сувенир. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.